Сегодня мы поговорим об индикаторе и фазе. В принципе, простая отвертка индикатора как? То есть, определить ей можно фазу, да? Вот мы видим, берется вот контактной пластине, мы прикасаемся. И контактным способом прикасаемся, да, к нашей электроустановке. В данном случае это резетка. И там, где фаза, то у нас загорается вот эта вот лампочка. Все. То есть, все, что практически, да, мы можем сделать. Просто определить наличие фазы. И, как говорится, на каком проводе она есть. Ну, что еще можно сделать, да? Можно проверить этим же индикатором на оборыв. То есть, да, вот у нас есть удлинитель, вот у нас есть резетка. Мы подключили удлинитель. Или другой, допустим, провод, который, да, мы хотим прозвонить, проверить. Значит, что? Мы прикасаемся сюда, означенным способом. Помним, что вот здесь мы рукой касаемся. Мы прикоснулись. Все, фаза есть, да? Этот провод целый. Затем мы можем поменять, правда, местами перевернув вилку. И уже фаза у нас должна быть здесь. И если, допустим, фазы у нас нет здесь, вот смотрим, вот где она была, то, значит, этот провод находится в обрыве. Вот, в принципе, и все, что можно сделать этой отверткой индикатора обыкновенной. И иногда для работы этого, как говорится, вполне хватает. Ну, как видим, функционал у ней, да, очень слабенький. Другое дело, когда у нас есть в наличии. Отвертка индикатор с расширенным функционалом. Вот, например, такая. Я, Даня, специально не указываю модель. В принципе, все эти отвертки индикаторы по принципу своей работы очень схожие. Ну, просто у меня вот была такая. И на ее примере мы рассмотрим основной принцип работы. Значит, что мы видим на ней переключатель. Это три положения. То есть, 0, L и H. Режим 0. У нас режим контактной работы. Применяется для контактного определения наличия напряжения целостности цепей и приборов. При наличии напряжения горит красный светодиод. Проверка целостности обесточенной цепи с сопротивлением от 0 до 5 МОм. Режим L. Режим бесконтактной работы. Низкая чувствительность. Применяется для бесконтактного применения наличия напряжения электромагнитных полей и тому подобное. Горит зеленый светодиод и срабатывает зуммер. Проверка целостности обесточенной цепи с сопротивлением от 0 до 50 МОм. И режим H, это режим бесконтактной работы с высокой чувствительностью, применяется для бесконтактного определения наличия напряжения электромагнитных полей и тому подобное. Горит зеленый светодиод и срабатывает зуммер. То есть, это уже отвертка, то есть, он имеет расширенный функционал, ей можно проверить и контактным способом, и бесконтактным способом, и, так сказать, прозвонить. То есть, вот мы видим, что эта отвертка работает как обычный индикатор. Вот, обратим внимание, здесь контактная пластина, о ней речь пойдет дальше. То есть, когда мы проверяем контактным способом, как простой отверткой индикатора, трогать ее не надо. И вот, так же самое, видите, мы находим фазу и горит у нас тогда красный светодиод. Также эта отвертка еще работает как обычный тестер, то есть, его можно применить для прозвонки. Переключаемся в режим 0, на этот раз уже касаемся контактной пластины. И здесь я вот так вот нарисовал, то есть, в данном случае человек уже будет играть роль вот этой перемычки, и загорится наш вот этот красный светодиод. Я условно, чтобы было понятно, нарисовал здесь батарейку, то есть, мы все помним, да, еще с детства, если цепь замкнуть, батарейка и лампочка, лампочка у нас загорится. Но здесь тоже такой же самый принцип, то есть, вот когда мы касаемся этой контактной пластины и касаемся жала нашей отвертки, все, загорается наш красный светодиод. Помним, что мы в таком случае можем проверить цепь от 0 до 5 меговом сопротивления. Ну и вот пример, так сказать, работы. То есть, да, мы берем простую лампочку, некоторые скажут, что там лампочку-то проверять. Вот, допустим, видно, что в ней нить накаливания целая, но это не всегда так, потому что лампочка может не работать. Где-то внутри может здесь пропасть контакт, либо случится оборыв, перегореть. И этим прибором очень удобно определять. Помним, что мы в данном случае уже начинаем играть роль простой перемычки, с жалом касаемся и получаем вот такую вот прозвоночку. То есть, если лампочка у нас находится в рабочем состоянии, то есть нет обрыва цепи, то горит у нас красный светодиод. Помним, да, что мы работаем через контактную вот эту пластину. Также, да, что еще удобно, можно проверить таким же образом. Тену, да, этот бойлер я в данный момент взял вот условно, нарисовал такую схемку, что вот наша тена в таком состоянии. Мы беремся, допустим, за корпус тены и вот клеммники прибором проверять. Помним, что там мы держимся за контактную пластину, то есть коснулись сюда, коснулись сюда. И если у нас тена не пробита на корпус, помним, да, что тена находится у нас в воде, это очень опасно для человека. Если, допустим, не стоит прибор такой как УЗО и не подключено заземление, то это вообще, как говорится, наиболее опасные моменты. И поэтому таким образом мы можем проверить тену, да, на пробой на корпус. То есть мы коснулись сюда, коснулись сюда, потому что по-разному может быть пробой. Вот касаемся здесь, да, а пробой может произойти в этом месте. И сама тена, естественно, конечно, она сыграет роль сопротивления. И как бы сопротивление может быть значительное. Поэтому желательно каждый, держась руками за сам корпус тены, проверить. Так сказать, для страховочки один клеммник и второй клеммник тоже проверить. Если наш прибор не среагировал, то тена, значит, у нас на корпус не пробита. И можно ее проверить, как говорится, в следующий момент. Я не стал снимать эту крышку, рука уже, как говорится, сюда не пролезет. Я взял простую отвертку с оголенным жалом, дотронулся до него. Тут, да, рукой мы касаемся, помним. Создаем цепь и проверяем электроприбор нашу тену на целостности. Видите, загорелся у нас красный светодиод, значит, тена у нас рабочая. Также скажу, что это можно проверить и в других режимах. Например, в режиме L или H. Вот это описание все есть на сайте, если хотите более подробно посмотрите. В таком случае при прозвонке у нас загорится уже зеленый светодиод. И мы услышим вот такой вот характерный звук зуммера. При переключении на режим L или H, если тут же у нас горит зеленый светодиод и слышим такой звук зуммера. Это, как говорится, удобно, если мы хотим еще услышать звуковое подтверждение наших проверочных действий. Да, кстати, проверку тены можно осуществить прям не вынимая из бойлера. Мы можем проверить тену вот этим прибором прям в самом бойлере. И проверить тенопробой на корпус, естественно, отсоединив его от сети и полностью обесточив, вообще освободив эти клеммники, чтобы мы полностью могли проверить именно саму тену, пробой и обрыв. Также удобно прозвонить двойной выключатель положения клавиш. Для чего вообще эту проверку делаю? Потому что, как правило, выключатели контакты от положения пластины замыкаются по-разному. И, допустим, мы хотим, чтобы у нас пластины, как обычно, нажимаешь верхнюю часть и наша там люстра срабатывала. Мы проверяем положение именно этих пластин, чтобы потом, когда мы подключили все, не оказалось, что у нас люстра срабатывает нажатием на нижнюю часть пластины выключателя. И вот еще, да, самый интересный момент. Вот у нас колпачок на этом приборе надет. Мы переключились в режим L или H, и можно будет проверить, какой, допустим, у нас общий провод на люстре, и что мне вообще нравится, удобно. То есть, не касаясь, не разбираясь люстру, можно посмотреть. Правильно там собрано. Мы помним, что у нас именно выключатель должен отсекать фазу. То есть, общий у нас ноль. На него прибор бесконтактным способом никак реагировать не будет. А подав фазу, то есть, там появится электромагнитное поле, на которое прибор реагирует. И бесконтактным способом мы можем это легко проверить. Вот в данном случае я проверяю перед разборкой люстры, как вот она подключена правильно, неправильно. И, как видите, у меня горит зеленый светодиод. Лампа сама выключена. И мы слышим вот такой вот характерный звук, на который реагирует прибор. То есть, мы слышим зуммер, вот переменный ток, да, у нас идет. То есть, я понимаю, что здесь лампа, светильник включен неправильно, он включен через постоянную фазу. А через выключатель подается ноль, замыкает цепь, и таким образом лампа срабатывает. То есть, зная, что, и тогда я уже знаю, если я разбираю, тогда там меняю лампу, или то, что она находится постоянно под напряжением. И, допустим, мне, если что-то нужно, как говорится, сделать в ее проводке, мне желательно отключить эту линию через автомат. А в данном случае лампа подключена правильно, видите, вот только когда она включена. То есть, включаем клавишу выключателя, и только тогда у нас загорается зеленый светодиод, и срабатывает зуммер. То есть, я знаю, что лампа у нас управляется нормально, и, в принципе, можно просто отключив клавишу, и уже произвести там, как говорится, те манипуляции, которым не нужно, особенно не опасаясь. Тут лампа подключена у нас правильно, видите, она горит, и только тогда срабатывает прибор, если отключить выключатель прибора, тоже перестает реагировать. А так только при включении подается фаза, и мы слышим, как срабатывает наш зуммер, и горит зеленый светодиод. По правилам, вообще, да, запомните, что какие бы вы, так говорится, работы не проводили на электроустановках, они подлежат обязательному отключению, то есть, обесточиванию. Прошу это запомнить. Вот еще один интересный момент. Допустим, мы можем проверить участки цепи бесконтактным способом. У нас удлинитель, вот, допустим, другой прибор, какой-нибудь там, лампочка, неважно, там, или электродрель мы подключили, нам нужно произвести какие-то работы. Случаются бывало такие ситуации, раз, и у нас прибор перестает работать. Значит, мы, допустим, включили, естественно, проверили розетку, чтобы розетка у нас была рабочая, потому что всякое бывает, как говорится, особенно по произведению тех или иных работ. И берем наш прибор, и начинаем, допустим, проверять. То есть, мы взяли его, поднесли к вот этому участку цепи, он работает, да, у нас срабатывает наш зуммер со светодиодом. Затем переносим его к этому участку цепи, и снова у нас срабатывает зуммер со светодиодом. Мы понимаем, что во всяком случае, вот эта часть цепи у нас, по которой идет фаза, рабочая. Мы тогда меняем вилку положением. Теперь мы фазу уже подаем там, где раньше у нас был нулевой проводник. И так же само начинаем проверять. Поднесли наш прибор сюда, и он, допустим, не работает. Ага, если он не работает, то у нас, значит, проблема в этом участке цепи. Либо подносим сюда, он работает, значит, нормально. Подносим сюда, да, к нашему электроприбору, все, не работает. Значит, проблема у нас уже в этом участке цепи, где нам нужно более подробно разбираться. Таким образом, мы, как говорится, можем влет проверить участок цепи на работоспособность. Это очень удобно. Конечно, чтобы произвести более такие работы, лучше, конечно, все равно использовать нашу прозвонку, да, контактный способ. Ну, вот так вот, навскидку, нам уже, допустим, не придется разбирать этот удлинитель, потому что мы знаем, он рабочий. А знаем, что проблема у нас остается в этом участке цепи. Ну, и так же с остальными проводами. Как видите, пользоваться, да, таким вот прибором очень удобно. Возьмите какую-нибудь из таких же аналогичных. Стоят они, в принципе, очень сущие копейки. Ну, в работе позволяют проверить, как говорится, на лету необходимое нам измерение. Так что, имейте это в виду. Да, еще зачастую, что хочу сказать, народ часто путается и думает, что им так же само можно отыскать скрытую проводку. Но эти характеристики, в принципе, очень плавающие. И, допустим, могут мокрые обои быть, заэкранировать нашу фазу, может быть, стены и сплит железы тоже заблокировать. Либо магнитное поле, там куча проводов будет, электромагнитное поле нам, как говорится, не будет давать точной картинки, где находится наша скрытая электропроводка. Поэтому, для таких, конечно, работ, ребят, используется прибор уже другого уровня, с генератором, который по проводу подает сигнал и приемник, который этот сигнал находит. И таким же образом, это точный прибор, который стоит, естественно, на порядок выше, можно будет найти нашу скрытую проводку. На этом все, что я хотел сказать по индикаторам фазы. Надеюсь, кто был незнаком с этой темой, эта информация пригодилась. До свидания.